Назвать слабым полом этих женщин язык не поворачивается. Прекрасная половина человечества активно включается в общественно-политическую жизнь, участвует в государственном управлении и принятии решений в общественной жизни страны. На форуме «Роли женщины в развитии страны» в Шимкенте участницы обсуждают важную и актуальную тему гендерного равенства и программы по поддержке женского предпринимательства. Форум объединил предпринимателей, госслужащих, учителей и домохозяек. Они задавали вопросы успешным бизнес-лиде и депутату Мажелиса Жулду Сулейменовой. Большинство домохозяек должны научиться просить работу государства, а не средства на жизнь. Они должны каждый день работать, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям. Мы сейчас взяли отдельную категорию женщин, которые потеряли кормильца. А в будущем будем решать их проблемы на законных основаниях. Недавно от государства было выделено 9 миллиардов тенге на поддержку женщин, которые потеряли мужей. Они могут получать кредиты под небольшие проценты. Участницам встречи рассказали о программах, направленных на повышение качества жизни, и провели для них мастер-классы. С мотивационной речью выступила мэтр женского предпринимательства Алма Архабаева. Здесь собрались сегодня, за вот этим крупным столом, за таким диалогом, открытым диалогом. Женщины, которым не все равно, как будет дальше развиваться наша страна, наша родина, каким будет много Казахстана. Вы знаете, та модель, когда мы говорим, что судьба женщины возле плиты, она осталась далеко уже в прошлом. И сегодня мы, как старшее поколение, должны работать над этой моделью, над этими ограничениями.